Я хочу поделиться своим опытом, я хочу показать вам, каким образом я попала в этот бизнес, да, и на самом деле есть с чем сравнивать, поэтому, друзья, моя история. Ольга Ежова, все уже, в принципе, знают, что я такой законодатель, амбассадор Сахалинской области, Дальнего Востока, и тот человек, который был и в найме, являюсь действующим предпринимателем, сама являюсь партнером уже 4 года, и важно отметить, что за эти прекрасные 4 года я считаю, у меня такой был экологический рост, я достаточно быстро стала директором, в статусе директора именно на продукте, мне безумно, безумно я влюблена в наш продукт UDS, который использую сама в бизнесе, и увидев результаты, финансовые результаты, показатели в своем направлении, я, конечно, с удовольствием, и причем абсолютно не понимая, во что я ввязалась, пошла за Инной Петренко, тот человек, который рассказал мне о возможностях, и, да, аплодисменты в этот момент, важный фактор, да, сейчас я уже являюсь партнером в статусе федеральный директор, вхожу в департамент масштабирования бизнеса, за что большое спасибо, и признательно за столь такие важные доверительные отношения среди партнеров, и хочется, конечно, отметить, что тот путь, который прошла я, и в принципе, который продолжаете, и он, на самом деле, уверенно откликнется многим. Ну, собственно говоря, история моя, была я рождена и воспитывалась, как я люблю говорить, для найма, достаточно серьезная у меня семья, половина медицинских работников, половина педагогов, поэтому до 16-го года это достаточно был такой обычный, наверное, план, который должен был выполнить абсолютно любой студент, там, педагогического университета. Я была и учителем информатики, я была завучем по воспитательной работе, спустя там некоторое время я и успела побывать администратором Сахалинской областной филармонии, ровно через год я стала директором Сахалинской областной филармонии, как видите, карьерная лестница мне по плечу, и в какой-то момент я действительно поняла, что устала работать на кого-то, потому что многие вещи я уже научилась делать, большой вклад внесла, наверное, деятельность концертная, огромное время я провела с нашими звездами российской, зарубежной эстрадой и сопровождала их в гастролях, что, в принципе, позволило мне обрести такими дополнительными важными организаторскими качествами, достаточно серьезной стрессовой устойчивостью. В 2017 году это была уже такая квестовая история, знакомство с партнерством, с франшизами. Я организатор по природе, организатор мероприятий, организатор активного отдыха, поэтому для меня 2017 год был ознаменован, конечно, такой новой эрой новых возможностей, как мне казалось, что я увидела, что можно делать бизнес с кем-то, и для меня, конечно, история Форт Боярда, Золотой Лихорадки, таких известных проектов, она была действительно интересной и достаточно важной. Ну и 2018 год, это фотография одна из первых, наверное, у меня высвечивается каждый раз, когда на дворе наступает февраль. Мои первые итоги, я сидела в Крокусе где-то очень-очень далеко и понимала, что в какой-то момент я тоже должна оказаться на этой сцене. И вот, собственно говоря, уже спустя 4 года она прям уже действительно моя родная, чему я безумно признательна и благодарна. Мои основные бизнесы, это важно отметить, что я до сих пор являюсь действующим предпринимателем в сфере организации активного отдыха. Это туризм, это Сахалин, это Курилы, это Камчатка, теперь еще и Колыма добавилась сюда. То есть все, что касается дикого отдыха, хорошей рыбалки, это вот прям ко мне на самом деле. Я являюсь еще инвестором Дальневосточного Гектара, я участница федеральной программы, и мой замечательный Ёжик Ранчо, так мы ласково называем свою территорию, тоже успешно принимает гостей. Но, собственно говоря, это то, что является моим линейным направлением. Я хочу, естественно, поделиться с вами подарком, и сегодня прям с такой ежовской щедростью. 5 тысяч рублей, 5 тысяч баллов. Друзья, наводите сейчас телефончики, вспомним, как пользоваться. Когда мы сканируем QR-код компаний, которых вам рекомендуют, забирайте эти 5 тысяч рублей, и пусть частичка Сахалина будет и у вас в телефоне, и смело используйте ее для организации путешествия в наши достаточно интересные далекие края. У всех получилось? Поднимите руки, пожалуйста, у кого получилось. Я рада, я рада, я рада, что могу быть вам полезна. Вот, опять же, закон природы. Чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Я уверена, что вам действительно это понравится. Ну что ж, безумно рада тому, что наша программа работает так удобно и успешно, что вот спустя какое-то время я посмотрю, а сколько сегодня новых клиентов зарегистрировалось в моей компании «Ежик Тур». Согласитесь, это круто. В один клик сейчас получить еще дополнительно клиентов в свою CRM-систему. Ну и теперь линейно о грустном и грустно о линейном. Когда мы готовили эту презентацию, на самом деле здесь не просто так подобраны фотографии. Это вчера я была такая красивая в платье. Вот, раньше для меня естественным образом был вот именно такой образ жизни, когда мы в час ночи, в два часа ночи ложимся, в пять уже просыпаемся, везем туристов на различные побережья, уходим в сплавы. Я сама лично сопровождала, встречала гостей. Поэтому, ну, честно скажу, мечтать о чем-то женском, ну, даже я не успевала по большей части. Поэтому это вот в трудах, в какой-то стройке, в открытии очередных каких-то площадок. И, честно скажу, где-то очень-очень-очень глубоко мне очень бы, конечно, хотелось превратиться в красивую даму, в красивую леди. Но не успевала, честно говоря, об этом подумать, потому что линейный бизнес забивал все мое вообще воображение, линейный бизнес забирал все мое свободное время. Поэтому хотелось вот в этот момент сказать о том, что я приобрела в партнерстве с ГИС. И я четко понимаю, что мечта той самой девочки, когда ты в легком летнем сарафане на каблучках, да с красной помадой, с маленькой сумочкой, можешь абсолютно спокойно махнуть ночью из Москвы в Питер без чемодана, потому что у тебя, в принципе, в сумочке есть все, что необходимо. Это карточка, на которой есть те самые деньги, которые я заработала в партнерстве с ГИС. Согласитесь, это очень круто. И для меня это является очень важным таким, наверное, рэперным моментом, когда, опять же, благодаря Инне Валерьевне Петренко, когда она сказала, слушай, ты хочешь стать бизнес-леди? И я такая, ну да, потому что всю жизнь я была организатором Ежовой. И то, что действительно моя мечта превратиться в прекрасную леди, она осуществилась, и мне от этого безумно комфортно. Я действительно пережила непростой момент, когда у меня есть две прекрасные дочери, 9 и 12 лет, и, чтобы вы понимали, там 4-5 лет назад меня называли папой. То есть настолько они мать не видели, в принципе, как маму в семье, и для меня это была, на самом деле, достаточно стрессовая ситуация. И я благодарна компании ГИС за то, что вы вернули мать в семью. Ну и говоря вообще о возможностях и говоря о том, как делать иначе этот бизнес, конечно, я четко понимаю, сейчас мне не надо брать несколько дальневосточных гектаров или открывать несколько каких-то площадок, или открывать какие-то филиалы в физическом смысле в каких-то других регионах. Я четко понимаю, что эра автоматизации, цифровизации сделала за меня абсолютно все. Глядя на эту карту, вы видите уже то, что сбылось, уже то, что в планах, то, что сейчас уже в работе нашей замечательной команды. И я хочу подчеркнуть, что как здорово, что можно это делать, ну, не выходя из дома. То есть огромное количество онлайна, огромное количество людей, которые сейчас заинтересованы и ждут вашего сильного решения, вашего сильного предложения, точнее. Вы даже не представляете, сколько людей, которые действительно находятся в ожидании или, может быть, в каких-то сомнениях, а чем заняться. Какую нишу сейчас выбрать, какой деятельностью все-таки заниматься более профессионально. И я понимаю, что масштабы, которые показывает ГИС, это вообще без ограничений. Да, сейчас на карте Дальний Восток. Просто это комфортнее и удобнее. Абсолютно, да, свой такой большой интересный дальневосточный гектар. Тоже верно. И я понимаю, что рынок настолько еще свободен, нас ждут абсолютно везде. И обратите внимание на свой родной город, да, как у вас сейчас идет работа. И стать тем самым человеком, с которого начнется регион, с которого начнется город, я думаю, это очень классная идея. Как вам? Мне, например, очень сильно откликается. Поэтому, говоря о данном бизнесе, я четко понимаю, что если и масштабироваться, то только тогда, когда у тебя есть действительно возможность делегировать. А делегировать то, что можно еще и автоматизировать, тоже важный момент. И я понимаю, что весь мой бизнес, это конкретно скриншот с моего телефона, у меня отдельная папочка в моем гаджете, где я четко знаю, когда у меня что происходит, какие у меня приходят заявки, как клиент попадает ко мне в рубрикатор. И важный момент этой автоматизации, что это делается в один клик. Господи, да я об этом мечтала в 18 лет, чтобы вы понимали. В 18. И когда рядом с вами находятся обычные предприниматели, подарите им эту идею, расскажите об этой возможности. Вот я говорю, а у меня аж прям мурашки на самом деле, потому что когда предприниматель узнает, что есть еще возможность жить, помимо того бизнеса, которым он занимается, это самое ценное, что вы можете подарить. То, о чем вчера говорил Сергей Костюжов, мы не кнопки продаем. Услышьте, мы продаем личную жизнь, мы продаем свободное время. И это важно, когда вы показываете, проводя встречи. То, что каждый говорит об операционке, каждый предприниматель понимает, что он даже выбраться не может, например, на мероприятие или выехать в командировку, потому что как только кошки из дома, мыши в пляс. Вот это самая страшная ситуация, когда ты погружен полностью в работу, и если у вас есть инструмент для автоматизации, в данном случае я вообще перестала заморачиваться по поводу того, что а где мне искать клиентов. Я четко понимаю, что у меня очень хорошо работают рекомендации. Это лучшие вообще показатели в сфере туризма, чтобы вы понимали. За 4 года и 4 месяца использования UDS в моем бизнесе более 12,5 миллионов рублей пришло только по рекомендациям. Это важный момент. И если вы этими цифрами будете оперировать и рассказывать, и делиться с предпринимателями, они, поверьте, скажут вам большое спасибо. Ну и я благодарю своих клиентов. Находясь 5 февраля в Магадане, я понимаю, что у меня все прекрасно в бизнесе. Моя команда работает замечательно, мероприятия проходят, и в этот момент мне не надо отвлекаться. Я знаю, что есть автонастройки. На пятерочке, на четверочке система поможет мне высвободить свободное время. Согласитесь, это очень удобно. И здорово, когда ты находишься вне своего бизнеса, вне своего города, получать такие замечательные комментарии и обратную связь, которая позволяет мне сделать бизнес лучше. Ну и, конечно, важный фактор, что линейный бизнес – это бизнес реально одиночек. Потому что, вспоминая то, как я запускала Дальневосточный Гектар, как я открывала какие-то проекты, по большей части я делала это в одного. А рядом оказывались те люди, которым я вынуждена платить. Ну то есть те люди, подрядчики, клиенты, достаточно важные люди, которые занимали какими-то партнерскими вопросами, это те люди, которые получали за это деньги. То есть я понимаю, что когда ты делаешь это в одного, бизнес на самом деле не просто не в удовольствие, он настолько тяжелым становится, что наступает, естественно, выгорание. Поэтому, когда мы говорим о партнерстве с компанией Global Intellect Service, я четко понимаю, что сила моя, конечно же, в команде, конечно, в партнерах, которые со мной находятся всегда рядом, те люди, которые помогают мне делать этот мир лучше. Я очень рада, что могу быть полезна в любой точке этого мира и в один клик. Согласитесь, это очень ценно и очень важно. Друзья, и когда рядом есть люди, которые обладают большим опытом, которые обладают большими знаниями, которые просто обладают другими стратегиями, вы начинаете обладать безумной какой-то вариативностью и понимать, что двигаться можно абсолютно в любом направлении. Ну и, естественно, о цифрах, потому что говорить о том, что это успешный успех, конечно, было бы глупо, если мы не умеем считать. Поэтому важный момент, что я отметила для себя. Если линейный бизнес, то 80% моих усилий приносит шикарные 20% результата. Кому это откликается? Кто это знает? Поаплодируйте, друзья, когда ты прям вжобываешь, как в последний раз. Ну и партнерский бизнес и вчерашний день был действительно показательным, когда мы забираем достаточно большое количество номинаций и безумно выросли в чеках. И я понимаю, что вот она другая жизнь, когда 20% моих усилий – это 80% результата. Друзья, кому это откликается? Кто хочет, чтобы это было у вас так же? И я хочу вам пожелать действительно, чтобы это так сложилось. Ну и что, выбираете вы? Обязательно делайте себе скриншот для того, чтобы каждый раз, когда вам лень вставать по утрам, задавайте себе этот вопрос. Как сейчас вы начнете этот день? С каким намерением, какому результату приведет этот день? И важно для себя понять, потому что, когда ты четко знаешь, к какой цели ты идешь, у тебя не остается никаких вариантов. Ты просто идешь и делаешь. И когда меня спрашивают, как вы сделали этот результат, как вы достигли, как вы вывезли такое количество людей. Друзья, они приехали самостоятельно. Я никому не покупала авиабилеты и билетов я не дарила на мероприятие. Чтобы вы понимали, это те люди, это сахалинская команда, которая приняла самостоятельно решение, потому что это их бизнес, это взвешенные решения. И когда они понимают, что им действительно это откликается, они, естественно, выбирают. Потому что это, собственно говоря, бизнес не одиночек. Бизнес-одиночество точно не про нас. И я безумно благодарна тому, что сила Ежовой как раз в моей команде. Все результаты, все номинации, все статусы, которые я получала вчера, и будем продолжать получать на протяжении еще долгого времени, я уверена, что делается только вместе. Поэтому я искренне желаю, во-первых, в своей команде стать еще больше, чтобы в этом зале прям боролись за места. Вы видите, сколько оранжевого цвета в зале? Друзья, это прям намек на то, чтобы... Громче, громче, Сахалин, это же все про вас, друзья, все про вас. Я очень рада, что такая надежная команда. Я четко знаю, кто эти люди, и понимаю, как они приходят на меня. И никто никого не заставляет. И я четко понимаю, что если я излагаю те выгоды, которые я вижу в этом бизнесе, почему я решила сегодня поделиться своей историей, вы четко понимаете, а надо ли вам это. И когда у нас идет закрытие сделки, мы говорим, что вот какой выбор пакета, вот последние самые моменты, я выхожу на закрытие этих сделок, и я всегда задаю вопрос, а зачем вам этот бизнес? В этот момент у партнера, который пригласил меня на эту встречу, немножко подрагивает глаз, а вдруг сейчас человек откажется и так далее. А в этот момент и происходит как раз выявление истинной потребности. А зачем человеку вкладывать деньги в новое направление, в новую нишу, чтобы он действительно потом заработал и достиг этой цели? Согласитесь, друзья? И когда мы сами отвечаем на этот вопрос, зачем? У нас все складывается самым наилучшим образом. Поэтому, друзья, ЮДС Путина Сахалина. Путина – это добыча рыбы в огромных промысловых масштабах, чтобы вы понимали. Поэтому название нашей замечательной команды связано именно с этим, а не с кем-то другим. Поэтому ЮДС Путина Сахалина все только продолжается. Благодарю вас!